Большая экономика. В компании существует несколько видов учета. Есть учет бухгалтерский, есть учет налоговый и есть управленческий учет. Если бухгалтерский учет у нас присутствует во всех обществах с ограниченной ответственностью, ИП могут его не использовать. А налоговый учет вообще есть у всех. То вот управленческий учет, он как раз возникает только тогда, когда собственнику нужны цифры и данные. В первую очередь начинают задумываться тогда, когда возникают кассовые разрывы. То есть когда денег начинает не хватать. Это первый сигнал, это такая первая боль собственников. Тогда они начинают спрашивать уже с бухгалтерии в первую очередь, куда тратятся деньги. Это не только тогда нужен управленческий учет, когда денег уже не хватает. То есть это уже плохо, да, поздно пить буржоми, когда почки отказали. Нужно заранее все просчитывать и знать свои доходы и свои расходы. Если вы хотите, например, масштабироваться, если вы хотите как собственник выходить из оперативного управления, вам нужна панель собственника так называемая. Вам всегда нужно держать руку на пульсе и знать, какие доходы у вас в компании, какие расходы, какая динамика доходов, какая динамика расходов, что происходит с чистой прибылью, где находятся сейчас деньги. Вот на эти вопросы отвечает управленческий учет. А скажите, Татьяна, можно ли жить вообще без управленческого учета? Можно до определенных размеров. Можно, если вы фактически самозанятый. Производите какую-то продукцию, что-то перепродаете, например, оказываете услуги, но делаете это либо один, либо максимум какие-то у вас помощники. Может, пара-тройка человек, может, один менеджер. В такой момент вы все цифры держите в голове. И это определенный уровень доходов. С ростом доходов увеличивается объем информации, которую необходимо анализировать. Поэтому какое-то время жить можно. Все зависит от масштабов вашего бизнеса и от ваших планов на дальнейшее развитие вашего бизнеса. Татьяна, а вот с чего лучше начинать тогда? Я бы начала с того, что собственнику нужно будет пройти какое-то обучение. Знать, что такое доходы, что такое расходы, как они признаются, что это за отчеты, которые он будет требовать потом сотрудников. Ведь собственник бизнеса – это фактически капитан корабля. Капитан корабля всегда должен знать, что делают его подчиненные и как работают все механизмы корабля. И в первую очередь, что ему нужно сделать – это упорядочить хаос в компании. Если он не разработает правила, инструкции, какие-то регламенты, да, звучит это скучно, неинтересно, но это необходимо, чтобы все люди знали, как и куда они предоставляют эти данные. Потому что если из хаоса попытаться его автоматизировать, собрать какие-то данные, на выходе вы получите автоматизированный хаос. Если у вас нет никакой информационной системы, базы 1С, СРМ-системы, а если у вас отгрузки, допустим, товары происходят хаотично, у вас нет нигде единой информации о том, сколько вам должны покупатели, кому вы должны, вашим поставщикам и сколько, у кого предоплаты висят. Когда захотите увидеть сводные данные, цифры, вы не сможете их собрать. И вам на первом этапе просто-напросто нужно определиться, где вы ведете учет. У нас 21 век на дворе, в голове уже никто давно ничего не держит, где-то это в любом случае фиксируется. Так вот, вам нужно просто будет собственнику определяться, где эти данные будут фиксироваться, откуда они будут забираться и как подтвердить их корректность. Постановка управленческого учета в каждой компании носит проектную работу, то есть нет единого какого-то шаблонного продукта, который можно предоставить компании. Почему? Потому что компания – это живой организм. Предложить стандартный продукт невозможно, все нужно разрабатывать под конкретный бизнес. Но есть единые методики, принципы подхода к тому, чтобы получать данные по управленческому учету и наладить этот самый управленческий учет. А расскажите про ваш собственный бизнес, как у вас это устроено, как часто вы прибегаете к вот этим отчетам? У нас в компании, у меня в компании используются три основных отчета, как в принципе и должно быть. Это отчет о доходах и расходах, отчет о движении денежных средств и баланс. Баланс у нас составляется раз в три месяца. Больше нам не нужны у нас услуги, поэтому у нас нет ни товарных остатков, то есть у нас нет проблемы с закредитованностью какой-то. Отчет о доходах и расходах и отчет о движении денежных средств ежемесячно. То есть постоянно держать руку на пульсе в связи со спецификой конкретно моего бизнеса, мне нет нужды. Управленческий учет в моем случае это сбор данных для того, чтобы определить прибыльность. Это понятно и, соответственно, я анализирую также трудозатратность каждого клиента у нас. То есть я активно использую систему управленческого отчета для того, чтобы определяться с ценообразованием и держать руку на пульсе по поводу прибыльности компании. А на каком этапе вы решили, что вам пора внедрить управленческий учет? Когда уже штат сотрудников начал приближаться к десяти человекам, клиенты начали расти все больше и больше. То есть на определенном этапе я поняла, что уже без данных, без цифр мы плывем в никуда. Как меняется жизнь компании и владельца, когда появляются все эти данные? Это можно ли сравнить, не знаю, с операцией на глаза, когда ты прозрел и увидел все во всех красках, ну и ослепило тебя немножко, может быть, неприятно? Это всегда обычно неприятно. Конечно, в некоторых моментах собственники догадываются, но когда этому приходит подтверждение в виде конкретных цифр, у меня, например, это вылилось в свое время к тому, что мы полностью закрыли направление по работе с физическими лицами, как в локтовке декларации трендов. Для меня это было затратное направление, то есть это было убыточно и существовало за счет моих других направлений. Но это видно только на цифрах, на данных. Сколько времени уходит на то, чтобы сформировать в компании все, что нужно для управленческого учета? Девять месяцев это полностью уже готовая рабочая система сбора данных и предоставления отчетов руководителю в понятном ему виде. Три месяца уходит только на анализ, на обкатку, на построение модели даже в Excel для того, чтобы эти отчеты собирать. Назначить контрольные точки, как чтобы проверенные данные были в отчетах обязательно. Еще в следующие три месяца идет обкатка всего этого, в том числе обучение сотрудников, чтобы они привыкали к новой системе сбора данных. Еще три месяца это вот уже для того, чтобы собственник, знаете, как бы глаз у него уже был наметанный, и он уже в этих отчетах просто сходу выяснял, где узкие места. Конечно, все зависит от масштаба бизнеса, но вот средний, вот у нас сколько проектов не было, не получается быстрее никак, потому что вскрывается очень много моментов, многие вещи начинают тормозиться. По ходу исправляются, автоматизируются какие-то рутинные процессы, убираются какие-то моменты, которые уже не нужны, добавляются какие-то новые, которые будут потом облегчать сбор данных. То есть это не из серии, мы пришли, собрали из вашего хаоса, вытащили эти все данные, в отчет вписали и вам предоставили. Нет, это то, с чем будут работать люди дальше. То есть это система, которая будет генерировать эти отчеты на постоянку. Давайте еще расскажем, в каких программах, по каким каналам потом предприниматели эти все данные получают, как это выглядит. Вопрос скорее использования неких программных продуктов, то с какой периодичностью, куда и где вы будете это получать. Плюс это также зависит и от собственника. У всех разный уровень, скажем так, взаимодействия с 21 веком и с цифровым контентом. Поэтому кому-то удобно Excel, а кто-то говорит, я хочу сам заходить в программу и смотреть, и контролировать все показатели. Кто-то говорит, мне нужен только дашборд. То есть дашборд – это что такое? Это визуальное представление данных. Кто-то говорит, мне достаточно вот такого вот файлика, в Telegram не пришлите, и мне классно, я все время, потому что в разъездах и Telegram неудобно. Поэтому я говорю, что в любой бизнес и системы управленческого учета, то, в каком виде отчета эти получаются, это все уникально. Резюмируя, три боли обозначим для того, чтобы понять, что уже никак нельзя без управленческого учета. Первое – это когда у вас появляются кассовые разрывы. Второе – когда вы начинаете масштабироваться, у вас становится резкий рост доходов, резкий рост расходов. Вы понимаете, что за всем этим нужен контроль. Третий момент – это тогда, когда вы хотите выйти из оперативного управления бизнесом, хотите в то же время, естественно, контролировать свой бизнес, и вам нужны четкие данные постоянно. Это о доходах, о расходах, о чистой прибыли, сколько у вас витабельность продаж, для того, чтобы контролировать компанию на основании данных, а не на основании той информации, которую вам, возможно, могут доносить сотрудники. За что я люблю цифры. Цифры никогда не врут, в отличие от людей. Куда мы следуем, когда мы поняли, что оказались в какой-то вот такой вот точке? Я могу предложить наши услуги, обратиться к нам, мы проведем бесплатную диагностику, по крайней мере, выдадим некое заключение о том, насколько ваш бизнес, в принципе, на данный момент готов к тому, чтобы внедрять этот управленческий учет. Потому что иногда зачастую управленческий учет невозможно внедрить из-за того, что слишком много хаоса. То есть, возможно, мы выдадим какие-то первые шаги, которые бизнесу необходимо сделать, для того, чтобы подготовиться к внедрению управленческого учета. Спасибо. Начинали мы разговор с того, что информационные технологии помогают нам не только из-за пандемии, но и из-за нашей большой занятости. Новые технологии, оцифровка бизнеса и управленческий учет, их лучше заводить до того, как станет понятно, что с бизнесом что-то не так. Благодарю руководителя компании «Бухгалтерия» Татьяну Максимчук за этот полезный разговор. БОЛЬШАЯ ЭХОНОМИКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова